Всем привет, друзья! Вы на канале GameTune.ru, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в BioShock 2. Мы еще не закончили миссию, и мы как бы продолжаем. Здесь уже ближе все к концу идет. Кстати, теперь у нас наш пулемет рикошетит. Прокачали мы такую способность. Здесь... Опа! Привет, братан! Все, он мягкий. Сейчас быстро его убьем. Вот так вот. Ага, так, робот еще за нами летает здесь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Есть. Блин, что это было? Сюда. Так, умер просто. Даже стрелять в него не надо было. Что толстячок? Да че, какой жесткий. Да ну че. Так, отлично. Куда нам? Теперь. Где еще кто? Че за звук? Не вижу. Ну ладно. Кто-то там месяцы. В общем, пусть месяцы. Не будем мы им мешать. Бангенов. Нет, ничего здесь. Нет у меня желания что-то менять. Оставим все как есть. Ну что ж, затапливаем шлюз. Сейчас, видимо, немножко надо будет пройти под водой. А вот, сюда надо спрыгнуть. Когда-то вел дела со здешними владельцами. Эта кислородная станция всего лишь ширма, скрывающая тайный ход вниз. Если ламп где и прячет от тебя Элеонору, то это там. Ого. Как-то тут стрёмно. Гипнотический полип. Мы нашли. Вообще, че-то как-то здесь все поросло. Боюсь, этот свет ужасно режет мне глаза. Я выключу его до тех пор, пока ты не... Да, можно взять тяжелых заклепок, патроны. Бронебойные патроны. Ну и все. А птички нам не нужны. Инъекции Евы тоже. Так, ну, куда нам? Угу, угу, вижу. Примерно план понятен. Первый автомат защиты находится в левой части нижнего уровня центрального атриума лаборатории плазмидов. На одной из больших колонн. Ой. Ой-ой-ой. Не то нажал. Стой. Стой, стой, стой. Не так. Вот. Цель. А вот мы прям на ней, что ли? Или она над нами? Ну-ка, давайте-ка назад. Здесь ничего нельзя трогать? Нет. Ну, хорошо. Так, сад собирательниц. 300. 300 у нас Адама. Плазмидная ячейка. Разведка. Сожжение. Так, зимняя свежесть. Нет, всё. Медпункт. Медпункт. Так, куда же нам идти? Вот цель прямо. У нас она была там вроде больше никак. Не выше, не ниже, наверное. Ну, не знаю. Давайте проверим здесь. В левой части нижнего уровня центрального Адрама. Так, это что? Непонятно. Опа. Патроны. Давайте пройдём сюда, друзья. Ага, сюда нас не пускает. Значит, вот сюда. Немного вниз по карте. Правильно идём. Да-да-да, абсолютно правильно. Спускаемся. Тоже не открывается. Странно. А вот это что? Автомат защиты. Ага, во как. Так, давайте подсказочку. Находится в левой части нижнего уровня. А второй где? Или это уже был второй сразу? Ведь, короче, надо как-то повнимательнее, значит, сейчас будете смотреть по сторонам. Чтобы отключить этот автомат. А, во, вижу. Есть. Новая цель. Включить итог. София заявила, что идеальный человек-альтруист – это просто некое уравнение, которое нужно решить. Разум и самосознание – не одно. Мы с Софией знали, что за создание первого настоящего жителя утопии нам придётся заплатить дорогую цену, друг мой. Нам нужен был кто-то, кто стал бы хранителем всего этого Адама, лучших умов восторга. Доброволец, то есть я. Хорошо, мы включили свет. Теперь стало лучше. То, что ты сейчас видишь в этой цистерне... Минуточку, Аня. ...когда-то действительно было мной. Боюсь, будущее Элеоноры Лэмп будет не столь физически развитым, но не менее причудливым. Этот бассейн для глубоководных созданий оказался самым подходящим местом для моей изоляции. Но сначала ты должен раздобыть достаточно водорослей с Адамом, чтобы приманить и удержать меня на месте. Моллюски питаются ими, и, похоже, это всё, что теперь меня интересует. Я оставил тебе образец, чтобы ты знал, что искать. Собрать четыре насыщенных Адамом растения. И где нам собрать их? Не они? Нет. Хорошо. Так. Надо, значит, поискать сейчас, где эти растения. А, ну-ка, вот это что? Одно из четырёх. Ой! Вау, сколько у вас. Ну-ка, тихо. Ты что ж ты застреваешь? Вата. Получи. Послушай, сынок. Мастер ключи, за которыми мы с тобой охотимся, генетически закодированы. И чтобы добраться до Элеоноры, тебе понадобится тот из них, что принадлежит Алексу Великому. Но всё по порядку. Сначала надо схватить его. Собери водоросли, о которых он говорит, и вымани его наружу. Так, ну и какие же водоросли? Где ещё? Опс. Что это? Камера. Тихо, 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 тихо. 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 Есть. Так. Тихо. Так. Аптечки, вангенов. Куда нам дальше? А, наверное, вот. Да. Да-да-да-да. Правильно мы пришли. Вот это растение. И надо будет нам тогда ещё два собрать. Всё. Так, не понял. Разгуливать по лабораториям в таком состоянии. Так, что это такое? Ой-ёй-ёй. Как я, чё-то потерялся. Э-э-эй-ёй, вы чё? Собаки злые. Да уж, в тумане, не очень удобно драться. Всё. Маньяги, что за жизнь, бродить по городу, играя в дочки-папочки, пока какому-нибудь мутанту не повезет убить их сестричку. А потом, если не вырубит кома, превратится в маньяка, в котором остается лишь кричать. Даже в мыслях не было тебя обидеть, сынок. Давай-ка бегом доставим тебя к Элеоноре. Твое тело начинает уничтожать само себя. Непреодолимое желание найти Элеонору ввергнет тебя в безумие, либо в ком. Ты не имеешь права рассчитывать на нее. Твое создание – один из величайших грехов восторга. И все же ты не порстаешь. Почему? Не будем мы собирать адом, друзья, сейчас, с трупов. Мы просто ее спасем сразу. Отпустим вентиляцию. Надо только будет найти сейчас вентиляцию. А, вот она. Давайте сразу ее отпустим туда. Ухромные они. Есть. А, ну вот и за это даже адом дали. В принципе, хватит. Я сейчас в нем особо не нуждаюсь. Хорошо, вот у нас еще последняя цель. Эй, девушка. Такой поджаренный. Ой, больно. А, не с гранатометом. Турель. Давайте ее убьем. Так. А вот как раз аптечка. Так. Так, вот у нас еще ребята. Так, и еще один Биг Дедди. Ходит. А он с... Да, тоже сестричкой. Сейчас мы ее спасем. Так же. Иди-ка сюда. Можно взять, кстати... Да, вот с дробовичка я его сейчас смочить. Как он жестко пробивает. Готово. Новый дневник. Задайте себе вопрос. Здесь они и связали нас друг с другом, отец. Игры в бога. Ты единственное хорошее, что дал мне восторг. Некс и Ева. Поднимаем. Ей не суждено было иметь отца Дельта. Ее миссия унаследовать дело моей жизни. Но все изменилось, когда ее связали с тобой. Ребенок. Так, секундочку. Которым она была, умер в этой комнате. Так, сразу ее спасаем. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Так, ага. Сюда можно пройти. Давайте-ка взломаем. Да где? Вот. Дверь открыта. Как нам к ней здесь пройти? Пойти надо. С другой стороны. Да, вот здесь. Ну. Так, ага, да, вот открыли. Что тут у нас? Инъекции Евы. Дневники. Мы перевели самую старшую из сестричек на новый режим физической и умственной работы и снарядили ее модифицированным оборудованием защитника, разработанным по моему проекту. Младшие назвали ее старшей сестрой. К сожалению, это временная мера. Вкупе с бродячими мутантами и взрослеющими девочками вскоре у нас не останется младших сестричек. После этого взять их мы сможем только с поверхности. Вот. Вообще классно. Обойма дробовика. Какая. Какой вообще крутой стал этот дробовик теперь. Обалденно. Вот еще дневник. Ах, да. Спасти надо. Не за что. Девочки шепчут мне отец. Они оставили тебе подарок в саду собирательниц. Забери его. Так, и где же этот подарок? Так, сад собирательниц. Давайте в другой раз, друзья. Я найду сад. Так, и заберу этот подарок. Сейчас не горит. Я знаю, ты здесь. И я знаю, кто ты такой. Тебе меня не напугать. Здесь засада какая-то. Ага, это сестричка у нас старшая. Тихо, 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 тихо. Так, вот еще у нас колдун. Больше ты не поколдуешь. Замечательно. Ее мы осматривали, да. Теперь куда? Так, вот у нас цель. Здесь никуда. Давайте сюда пойдем. Если нам показывается, что... А, вот, да. Отлично. Собрали мы эти растения. Кормить рыбок. Двигай назад к резервуару Александра. И брось туда эту... О, здорово. Да-то че какой. Несчастный Гилберт. Он хотел умереть, Дельта, во имя общества, которое он ограждал от своего... Соберем аптечку, инъекции Евы. Картич, патроновый. Пойдет. Деньги есть. Весь твой путь сюда основан на нежелании сделать то же самое. Исполнишь ли ты его желание, зная, что он служил коллективу? Ха! Возрождение? Ты-то, конечно, живешь вечно. А тела-то нет. А мое тело мне нравится, малыш. Я с трудом представляю себе, как это моя личность и воспоминания будут храниться в голове у какого-то святого ребенка. Как пыльные старые книги в библиотеке. И куда мы сейчас направляемся? Используйте управление вводом образцов на главном пульте управления в центральном атриуме. Главный пульт управления находится на балконе с видом на резервуар Гила. А, ну да, мы там были. Здесь просто надо вернуться немного назад. Иди сюда. Какой ты ватный, мой хороший. Да, вот этот пульт. Система тренирования резервуара глубоководной жизни включена. Внимание всем сотрудникам! Объект Дельта освобожден от занимаемой должности. Выведите его из здания компании. Сейчас, наверное, на меня будут нападать. Так, какая у нас сейчас цель вообще? Просто обороняться пока что? Опа! Гранатномет. Ух ты! Прокинул меня, молясь. Тихо, 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 тихо. Братан, хорош. А, вот подарочек. Сейчас, попозже мы его заберем. А, вот еще у нас. Мужичок. Так, надо съесть аптечку. Так, замечательно. Все. Как ты смеешь пытаться подкупить меня этим... Дать взятку этими жалкими каплями величия. Будьте проклят, Дельта! Отлично, сынок. У тебя получилось. А теперь используй консоль, чтобы взять у него образец генов. Генный ключ будет напечатан автоматически. Хорошо. Забираем награду. 160 долларов, 250 Адама и пирожные с кремом. Все. 250 Адама! Офигеть. В общем, ладно, идем отсюда. Берем образец. Вау. Чего все плющит? Цель достигнута. Хорошо. Центральное управление. Теперь у тебя есть ключ от убежища Лэмб. Элеонора находится там. Отправляйся к кислородной станции и воспользуйся ним. Отлично. Готово. Нажми на кнопку на панели перед тобой. И в цистерну будет пущен разряд тока, достаточный, чтобы убить меня. Как бы я ни пытался тебя отговорить, не слушай. Человека, которым я был когда-то, давно уже нет. Мой разум затуманивается. И мои мысли обращаются в страдания, которые Элеонора сможет выдержать. И меня охватывает сожаление. Я могу предложить лишь свои ничтожные молитвы. Возможно, после моей смерти ты сумеешь сделать большее. А теперь прошу, подари мне покой. Прощай, мой друг. И спасибо тебе. Да не за что. Сейчас мы найдем Элеонору, да? Кнопка лифта. Поехали. Персифона. Так, давайте посмотрим, что там. Персифона. Наконец-то мы сюда добрались. Найди Элеонору, сынок. И поскорее. Благодаря ее мамашек, каждый в восторге, готов умереть. Лишь бы не дать вам двоим встретиться. Элеонора находится в закрытой карантинной камере в Большом Центральном Зале. Вау, вау. Так, и куда нам здесь? Патрона. Нет. Некуда класть. Так, тихо. Ну, да, пока просто берем и идем. А вот... Вроде бы пока ничего сложного. Отец, поторопись. Я в ловушке в этой клетке. Что-то не так. Ща, доча. Скажи, Дельта, а известно ли тебе, почему ты здесь? Знаешь ли ты, что моя дочь отдала тебе? Так, пружины Тесла для дробовика. Кинетические энергии стрельбы используются для генерации электрического разряда, наносящего дополнительный урон при попаданиях. Ммм, прикольно. Давайте прокачаем это. Я заверю твоему неведению. Ты все еще веришь? Турель. Боеприпасы. Все у нас прям забито. И деньги есть, и патроны все есть. Почти. Даже инъекцию не... Еу некуда класть. Ну, тогда просто идем к цели. Ловить нам больше здесь нечего. Робот пригодится. Может быть, реально потребуется его помощь. Хотя мы и так достаточно сильны. И помогать нам особо не надо. Вот она, сынок. Это и есть Элеонора Лэмп. Постарайся не давать сейчас волю своим чувствам. Мы тут исключительно по делу. Открой эту клетку. Она пойдет с нами. Не надо. Прояводится антигерметизация. Пожалуйста. Что она будет помнить о нас? Мы оба сделали свои ставки. На это ли она надеялась? Отец и мать смотрящие в глаза друг к другу. Тем не менее, мы слепы. Прощай, объект Дельта. Пусть тебя утешит мысль, что ты избежал собственного наследия. Так, что за звуки? Ой, две сразу. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, давайте достанем камеру. Упс, не то. Так, влечение максимум Евы. Старшие сестры из зимы к бронебойным патронам. Смотрите. Так, куда она взялась? Что-то чё, какая-то тварь. Ага. Ещё Адамы собрали. Скорее. Изолятор ждёт тебя. Иди туда. Иду. Сигнал прерывается. Я ничего не слышу и не вижу. Что-то в этой комнате блокирует связь. Взгляни на неё, Дельта. Десять лет прошло. А она по-прежнему о тебе мечтает. Ты знаешь, почему Элеонора привела тебя сюда? Она хотела иметь отца. Поэтому она нашла способ восстановить твоё тело и разум. Она наблюдала за тобой каждую минуту, принимая каждый твой поступок как истину. Девушка на этой кровати уже не мой ребёнок. Не дело всей моей жизни. Она чудовище, созданное тобой одним, как она всегда и хотела. Однако она не сумела учесть одну деталь вашей взаимной связи. Когда её сердце прекращает биться, ты впадаешь в ком. Элеонора, прости меня. Эя. Кошмар. И мы ничего не смогли сделать с этим. Тело отключается естественным образом. Но если он умрёт от травм, то сможет возродиться. Не снимайте с него наручники. Никто не должен сюда входить, пока он не умрёт. Отец, это я, Элеонора. Мне так жаль. Мама остановила моё сердце, чтобы разорвать связь между нами. Теперь, даже оставаясь рядом с тобой, я не смогу сохранить тебе жизнь. Но я ещё могу помочь тебе бежать. Эта сестричка принесла тебе кое-что, что позволит тебе взять её под контроль. Так, это мы смотрим сейчас глазами сестрички. Как у неё всё красиво кажется. Вы получили контроль над младшей сестричкой. Теперь вы можете пользоваться люками вентиляции и собирать адам с трупов. Интересно. Это странное ощущение, отец. Но теперь ты смотришь на мир глазами сестрички и указываешь ей дорогу. Именно так я и смогла оживить тебя без ведома матери. А теперь, для начала, давай вытащим тебя отсюда. Вот так мы выглядим со стороны. Залезь в этот вентиляционный люк. Ну что ж, друзья, спасибо вам за просмотр. В следующей серии мы уже будем как раз таки бегать этой сестричкой. Пытаться нас вытащить вообще из этой западни, в которой мы оказались. Подписывайтесь на канал, комментируйте, лайкайте видео. И до скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok